Фрегат Фрегатами стали называть бестроходные, хорошо вооруженные трехмачетовые военные корабли. С моделью такого корабля я сегодня знакома. Масштаб 1 к 150. Основной материал это картон, бумага, деревянная, материал для мачт и краски. И клей для скрепления деталей. Сборка началась с подготовки каркаса. Пока вырезанные и склеенные детали каркасы высыхали, это важно, чтобы каркас не перекосило. Была приведена вырезка и подготовка материала для палуб бортов и бортов. Осторожная склейка, установка мачт и парусов. Сборка окончена. Затем окраска. Фрегат готов! Собрать именно фрегат мне захотелось после прочтения истории о фрегате «Аврора». В числе Российского императорского флота был прославился в 1854 году при обороне Петропавловска-Камчатского парусный фрегат «Аврора», построен в 1833 году в 1835 годах в Санкт-Петербурге. На Охтинской верфи руководил по стройке подполковник корпуса корабельных инженеров Амусов. Спущен на воду 27 июля 1835 года. Вошел в состав Балтийского флота. Существует мнение, что им фрегат удал личный император Николай I, вероятно, в честь римской богини утренней зари «Аврора». Самым примечательным в истории этого короля было то, что фрегат «Аврора» – последний из русских военных парусников, совершивший в середине XIX столетия кругосветные планы. Самым же выдающимся событием было участие в обороне Петропавловска. Как уже отмечало выше, Петропавловская оборона – защита русскими войсками города-порта Петропавловска. Ныне Петропавловск-Камчатский и территории полуострова Камчатки во время Крымской войны 1853-1856 года от превосходящих сил объединенного англо-французского флота с корпусом морской певоты на борту. Оборона Петропавловска является одним из значимых сражений Крымской войны и второй половины XIX века. Превосходство врага было в пушках почти в три раза, в живой силе в два раза. Противникам было приведено три штурма – 18, 20 и 24 августа. В итоге жестокого боя противник потерял раненными и убитыми более 400 человек и отошел на свои суда, сильно поврежденные русской артерией. После безуспешной попытки взять Петропавловс вражеская эскарда рано утром 27 августа 1854 года ушла в открытое море. В ходе сражения штурмов «Аврора» получил серьезные повреждения и в 1861 году фрегат «Аврора» был исключен из списка 100 Бальтийского флота и продан на сломбре. Это миниум фрегата по традиции перешло к крейсеру первого ранга, который мы тебя знаем как крейсер «Аврора». Вот такая маленькая, но героическая история фрегата 28 лет через лжевшего Россию.